Предотвратить возможный локдаун и новый удар по экономике поможет только слаженная совместная работа всех отраслей Самарской области. Власти региона и города, представители профильных министерств и профсоюзных организаций, сотрудники сферы услуг и общественные деятели обсудили сегодня возможности улучшения эпидобстановки. Большое совещание по противодействию коронавирусной инфекции прошло под руководством главы региона Дмитрия Азарова. По словам губернатора, ситуация с COVID-19 под контролем, но нагрузка на медиков уже близка к предельной. Одни медики, только система здравоохранения не справится. И свидетельствует тому уже и опыт некоторых, я бы сказал, многих регионов. Сегодня мы, я надеюсь, очень взвешенно обсудим сложившуюся ситуацию и возможные варианты развития. А самое главное, что мы вместе должны сделать, чтобы не допустить самого кризисного развития ситуации в нашем регионе. Предложенные на обсуждение новые меры противодействия ковиду в основном касаются работников сферы услуг, так как в ней наблюдается повышение заболеваемости со 114 случаев до 165 по области за сутки. Руководителям предприятий сферы услуг губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничений. В частности, это касается общепита и фитнес-центров, где планируют открыть посещение только вакцинированных граждан. Увеличится количество специальных ковид-фризон. Например, такими станут фудкорты. Впрочем, рассматриваются и другие варианты. Сегодня бизнесмены предложили свои решения, которые будут проработаны оперативным штабом. Обсудили и работу медицинских учреждений, которые перепрофилировали под ковид-госпитали. Сегодня они работают зачастую на пределе загрузки. Необходимо найти возможность дополнительного производства кислорода для медицинских целей, а в больницах увеличить резервуары для его хранения. Вопрос поручено рассмотреть до 15 октября. Те идеи, которые сегодня прозвучали о том, что в рамках компании изыскать возможность возродить то производство, которое раньше было, технического кислорода, да, это Роснефть, там, и вот поставки пока. Единственное, только я такого плана вижу решение. Говорили на совещании и о необходимости продолжать массовую вакцинацию в регионе. Союз работодателей предложил ввести паспорта коллективного иммунитета для промышленных предприятий. Некоторые готовы к такому повороту хоть завтра. Например, на предприятиях нефтегазовой отрасли процент вакцинированных работников стабильно высокий. Наши предприятия, они очень серьезны технологически, и любое нарушение технологий влечет большим последствиям, авариям и катастрофам. Ответственность как работников, которые понимают, что технологический процесс остановить невозможно на наших предприятиях, поэтому и относятся так к вакцинации. Ежедневно Самарской области фиксируют новые антирекорды заболеваемости, поэтому решить проблемы с эпид-обстановкой сейчас задача номер один. Самым действенным способом снизить нагрузку на медиков остается вакцинация. По статистике, только один процент привитых людей заболевает коронавирусом, поэтому вакцинироваться нужно как можно скорее. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События.